10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. И начнем со срочной новости. Сегодня около 7 часов утра. Недалеко от Казаларды при обработке рисовых полей потерпел крушение самолет Ан-2. Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке упал прямо на поле. На борту находились два пилота. 1954 и 1967 годов рождения. Они доставлены в больницу. По предварительным данным состояние расценивается как удовлетворительное. Пятый день. В Казахстане продолжает расти число новых заболевших коронавирусом. Впервые за долгое время суточные показатели превысили 3000 случаев заражения. Самая высокая выявляемость по-прежнему в столице, где ковид подтвердился почти у 800 жителей. В Карагандинской области почти 500 инфицированных, в Алматы около 400. Первый компонент вакцины от коронавируса в Казахстане получили уже более 3 миллионов 717 тысяч человек. Число прошедших полный курс иммунизации превысило 2 миллиона 174 тысячи. Тем временем Андрей Голубев сотворил сенсацию на Уимблдоне. В паре с Робином Хосе из Нидерландов казахстанский теннисист одержал победу над «Экс» первой ракеткой мира в парном разряде с Джейми Марреем и «Экс» второй ракеткой Бруно Суаресом. Вместе они выступают с 2016 года. За это время выиграли 10 турниров, в том числе два больших шлема «Австралиан Опен» и «Юэс Оупен». Голубев и Хосе одержали победу в трех сетах. За выход в четвертьфинал им предстоит сыграть с итальяно-аргентинским дуэтом Симона Болели и Максимо Гонсалес. Матч состоится завтра. Напомню, что в мужском одиночном разряде в 1-8 не смог пробиться Александр Бублик. Оба кодоктанца будут представлять страну на Олимпиаде в Токио. А на чемпионате Европы по футболу определились все пары полуфиналистов. В 1-4 сборная Англии разгромила Украину со счетом 4-0. Матч проходил в Риме. Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн сделал дубль, забив на 4-й и 50-й минутах. Еще один мяч на счету защитника МЮ Харри Магуайра. Заключительным голом на 63-й минуте отметился вышедший на замену хавбэк Ливерпуля Джордан Хендерсон. Англичане сыграют в полуфинале Евро впервые с 1996 года. В другом четвертьфинальном поединке датчане оказались сильнее Чехов 2-1. Оба мяча футболисты Дании забили в первом тайме. Сначала быстрым голом на 5-й минуте отметился полузащитник в Дортмундской Боруссии Томас Дилейни. А на 42-й закрепил успех форвард Ниццы Каспер Дольберг. За путевку в финал датчане поборются с англичанами 7 июля в Лондоне. В параллельной встрече Италия сыграет с Испанией. Час 12 минут. Нынешний рекорд по удержанию планки, занесенный в Республиканскую книгу Гиннеса. Его установил Александр Бортник из города Каражал Карагандинской области. Он работает механиком на одном из предприятий города и всю свою жизнь занимается спортом. Мировой рекорд по статичному удержанию тела на предплечьях в 8 часов 15 минут принадлежит Джорджу Худу. Александр же планирует его побить. Кроме того, он готовится покорять рекорды в отжимании. Сейчас мировой результат это более 120 отжиманий. Бортник же делает 110. Планка, она вообще такое упражнение, которое, я еще раз повторюсь, задействовано 80% мышц. Она очень, ну, больше здесь работает мышцы спины, широчайшие мышцы, мышцы живота, поперечные мышцы живота. Потому что мышцы, грудные мышцы, ну, вот, считайте, что уже большая часть мышц задействована только в планке. Тренировки я не бросаю, занимаюсь, нахожу время, всегда нахожу время. Час-полтора времени уходит мне на тренировки. В Мангистауской области из трудового рабства освободили 59-летнего жителя Беневского района. В департаменте полиции рассказали, что мужчину незаконно удерживали на одном из местных крестьянских хозяйств. В течение трех месяцев, применяя физическую силу, пленника принуждали к различным работам. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет, говорят полицейские. В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-трафик» выявлен факт незаконного лишения свободы. Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Беневского района. В соответствии со статьей 126 с части 3 УК РК и в настоящее время проводится досудебное расследование. Еще один факт живодерства вновь свидетельствует о лояльности закона о жестоком обращении с животными. Пользователи соцсетей до сих пор не оправились от недавнего видео, на котором привязанная собака бежала за автомобилем. Тогда на помощь к ней пришла алматинка и ее смерти чудом удалось избежать. Рассказывает Анастасия Валикжанина. Шокирующее видео привязанной собаки к машине облетело все соцсети. Люди в ужасе обсуждали, как истощенное животное бежало за автомобилем. Видео сняла алматинка Лада, которая в тот момент ехала позади. Если бы не она, то собака могла бы погибнуть или получить тяжелые травмы. Женщина пыталась остановить живодера. Другого слова и не подобрать. И освободить животное. Но все было бесполезно. Тогда другие водители увидели неладное и пришли на помощь. Мучителя собаки вынудили остановиться, лишь когда зажали его в кольцо из трех грузовиков и четырех легковых автомобилей. Поняла, что собака уже заваливается, собака уже падает и уже это безжизненное тело. Потом она больше не встала. После того, как мы ее отвязались, видимо, у нее шоковое состояние было. Все, она упала и в машине лежала. Это было, ну, такое тяжелое зрелище. Все было ободрано, все было в крови, лапы были в крови. Лада сомневается, что истязатель будет жестоко наказан. Уверена, что ему не грозит большой штраф. Закон лоялен к таким. Но главное удалось спасти животное, говорит она. Собака контактная и ласковая, постоянно хочет играть. А когда видит свою спасительницу, то лезет к ней обниматься. И за дня в день новостные сводки пестрят заголовками о жестоком обращении людей с животными. Но до суда такие случаи редко доходят. С начала года в Алматы было заведено лишь два уголовных дела. Оба находятся в производстве. Жестокое обращение с животными регламентируется статьей 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Предусматривает наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы. Но опять же, это прерогатива суда. Суд при приговоре будет непременно учитывать отягчающие и смягчающие обстоятельства. По словам зоозащитников, сама формулировка статьи помогает избежать наказания. Достаточно сказать, что у человека не было умысла в содеянном. И его отпустят. Тем временем случаев жестокого обращения становится все больше. Тому доказательства переполнены ветеринарные клиники. Ежедневно волонтеры приносят сюда избитых, изуродованных кошек и собак. В больницах для братьев наших меньших вынуждены открывать сборы и лечить на деньги неравнодушных казахстанцев. В данный момент, как мы знаем, идет работа над законопроектом об ответственном обращении с животными. Зоозащитные организации предлагают расширить понятие жестокого обращения с животными, включая туда некачественное владение этим животным. То есть безответственное владение. Оставление в беде, выброс животного, ненадлежащее уход, кормление и тому подобное, оно будет по нашим инициативам. Мы пытаемся туда его интегрировать, вот эти вот все понятия. На данный момент законопроект находится в стадии экспертизы. Заключение, скорее всего, появится лишь в конце года. Анастасия Валикжанина, Эдуард Кон, Алматы, Хабар-24. Анастасия Валикжанина, Эдуард Кон, Алматы, Хабар-24. В честь 30-летия независимости нашей страны и в преддверии очередной годовщины казахстанской столицы один из главных символов Брюсселя. Манекен Пис был одет в казахский национальный костюм. Знаменитая бельгийская бронзовая статуя Фонтан облачилась в казахский шапан и головной убор по инициативе культурного центра Тальхазана и при поддержке посольства Казахстана в Бельгии. В шапане его смогли увидеть не только жители европейской столицы, но и туристы со всего ЕС. Традиционный казахский национальный костюм был передан в музей всемирно известного писающего мальчика 10 лет назад, в 2011 году. Традиция переодевания малыша Жульена, как называют его бельгийцы, родилась более 300 лет назад. С тех пор манекен Пис примерил более тысячи нарядов, подаренных главами иностранных государств и представителями различных международных организаций. Манекен Пис – это главный символ Брюсселя, и у него много друзей. Одевать его – это значит отдавать честь культурам всего мира, как сегодня это делается для Казахстана. Например, 14 июля он будет одет в честь Франции. Я от всей души поздравляю Казахстан с 30-летием независимости. Мы – туристы из Франции, и мы решили в эти выходные посетить Брюссель. Узнали здесь и про статую, манекен Пис и про Казахстан. Нам сказали, что сегодня он в казахском национальном костюме по случаю 30-летия независимости этой страны. Присоединяемся к поздравлению. А в центре Тель-Авива установили традиционную казахскую юрту. Посольство нашей страны в Израиле провело необычную акцию, приуроченную Кадню Дамбры. И 30-летию независимости Казахстана. На праздновании побывал Сергей Ауслендер. Конечно, такое национальное жилище на фоне пальм смотрится более чем экзотично. Но это лишь добавляет интереса публике. Израильтяне, которых мало чем можно удивить, рассматривают национальные одежды, музыкальные инструменты и книги на иврите, но с необычными названиями и именем автора. Выставку организовало посольство Казахстана в Израиле. Поводов для презентации казахского искусства и культуры много. День Дамбы, 30-летие независимости и год Абая. Амир, студент университета Барлана, пришел поддержать акцию, а заодно сыграть на национальном инструменте. Это мой инструмент. Я с ним уже хожу всю жизнь, получается, почти со своих пеленок. Я с первого класса учусь в музыкальной школе и периодически бросал, периодически переходил к нему обратно. И это хобби у меня уже, получается, всю жизнь влюбился в свой инструмент и вот так решил привезти его с собой в Израиль. Перформанс охотно поддержала мэрия Тель-Авива, которая имеет давние побратимские связи с городом Алма-Аты. В качестве места выбрали парк возле порта, излюбленное место отдыха горожан. Юрту в Израиль специально доставили из Алма-Атинской области. У нас ведь очень похожие культуры. Казахская ведь не менее древняя, чем еврейская. У нас много общего. Мы ведь тоже были своего рода кочевниками в определенный период своей истории. Мы очень многому можем научиться у этого народа. Я был в столице Нур-Султани и меня поразило, как можно с нуля построить в степи ультрасовременный город. Заместителю мэра Тель-Авива посол дарит национальный костюм. В июльскую жару такой не наденешь, но ведь это же символ дружбы и уважения. Будет висеть в кабинете, как сувенир. В программе празднования песни на казахском, игра на домбре и ценный подарок гостям. Книги Абая, переведенные на иврит. Их издали специальным тиражом. К нам обратились именно с этой такой важной работой для нас, очень почетной работой, издать книгу о наследии Абая. И мы с удовольствием откликнулись, потому что издание книг – это непосредственно наше направление, которым мы занимаемся уже 25 лет. Возле юрты целая фотовыставка вида Казахстана, природа, люди. Интерес к стране Великой Степи в Израиле большой, здесь немало желающих ее посетить. Но пока этому немного мешает пандемия, поэтому к казахстанской культуре можно в буквальном смысле прикоснуться, не выезжая из Тель-Авива. Сергей Услендер, Хабар 24. К этой минуте все. Спасибо, что были с вами. С днем национально... вернее, с национальным днем дамбры всех вас. Будьте здоровы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин